Добро пожаловать на мой канал с вами Оля Журавлёва и в этом видео я вам расскажу о отчете по очередной своей картине. Посмотрим. В этом своем втором отчете по отшиву моей картины я хочу всем передать огромный жаркий солнечный привет, который пропитан запахом моря. Работая над этой картиной я уже успела открыть для себя купальный сезон, я уже успела побывать первый раз на море, я уже успела потрогать этот солнечный песочек и немножечко позагорать. Поэтому я хочу и вам передать эти летние эмоции и эту радость. Море конечно еще совсем холодное, но солнышко заряжает своей энергией, теплом и радостью, что уже совсем-совсем почти началось лето. Побыв часик на солнышке я даже успела немножко загореть. Я знала, что работая над этой картиной я либо закончу ее и начну свое лето, либо в процессе отшива над ней я потихонечку начну открывать для себя эти солнечные пляжные летние морские лучи. Как вы можете видеть сейчас на фотографии от производителя, картина должна в итоге будет выглядеть именно так. Производитель этой картины Алиса и картина называется к морю. Именно точно также со своей половинкой я посетила первый свой выход на пляж. Далее я хочу вам напомнить, как выглядела картина в моем прошлом отчете. Сверху над фотографией вы можете наблюдать дату ее отшива на тот момент, когда была картина сфотографирована. Далее вы видите на фотографиях я делала для вас фотоотчет по моменту отшивы этой картины. Как выглядела картина на тот или иной момент, работая над ней. До того момента, как мы сможем посмотреть, как картина выглядит уже сейчас. Над картиной я работала не систематически раз в три дня, через день. Если бы я над картиной трудилась каждый день, она была бы закончена уже совсем давно. Теперь давайте посмотрим на следующую фотографию. Это скриншот, сделанный мной с сайта, который называется «Сколько крестиков». На данном сайте ведутся наблюдения над моими проектами, над которыми я работаю. В данном случае по нашему проекту, который называется к морю от производителя Алиса, вы сможете посмотреть ту статистику, которая здесь указана. Здесь видно, какие дни я работала над картиной, сколько было сделано крестиков в тот или иной день, сколько в общей сложности мной уже вышито, сколько мне осталось и какая моя средняя скорость вышивки. Над картиной я работаю не каждый день, поэтому скорость средняя здесь, конечно, маловато. Но если обратить внимание и посмотреть, сколько же крестиков я вышиваю, трудясь над картиной, бывает по-разному. Где-то и более тысячи крестиков за один раз, где-то и всего лишь меньше 500, даже и 200 бывало. Это зависит от того времени, которое мне позволяет трудиться над моей картиной. Это очень удобный сайт, вы здесь можете, смотря на свои успехи, определить для себя, когда же вы картину закончите, как вы над ней трудитесь и сколько надо делать в день крестиков, чтобы картина продвигалась. Мне очень удобен этот сайт, я не перестаю им радоваться. Теперь специально для вас я сняла раму своего станка, где мы сможем с вами посмотреть, как картина выглядит на данный момент. Как вы можете видеть, мне уже совсем неудобно ее вышивать. Картина вышита более половины, она подошла к тому моменту, когда вышивать мне уже нет возможности, мне теперь неудобно. Картину я буду сейчас полностью с рамы снимать, заново ее на раму надевать и продолжать работать над ней далее. Я специально сняла ее со станка и решила показать вам ее в натуральном дневном свете. Вот так выглядит картина сейчас. У нее безумно красивые краски. За счет того, что крестик выполняется в одну и две нити, пусть даже одним цветом, цветовая гамма переходит очень плавно и меняется, и вырисовывается невероятно красивый сюжет. Он действительно пропитан этой радостью, когда открываешь для себя эти жаркие деньки, когда бежишь к морю, да еще и не один, а либо в компании, либо с любимым человеком, и чувствуешь вот эту летнюю, жаркую, где-то даже и прохладу, и счастье, и лето. И поэтому над этой картиной мне трудиться доставляет невероятное счастье. За все время работы над картиной моя боковая натяжка не расслабилась, картина не обвисала. Очень удобно именно так фиксировать картину на раме мной. Я ее закрепляю биндерами. По бокам у меня идет биндеры более меньшего размера, которые я натягиваю благодаря резинке. И между биндерами я вставляю спицу. Повторюсь, что за все время отшива этой картины, пока не пришел момент перематывать картину на раму, я ни разу биндеры не закрепляла заново, и картина моя не обвисала. Натяжка всегда была барабанная. Над картиной все это время я трудилась благодаря хорошей натяжке. Далее я хочу показать вам, как выглядит схема, которая была на одном листе в наборе. Я ее порезала на четыре части, как я и говорила в своем первом отчете. Мне так удобнее вышивать. Лист схемы я постоянно не загибаю, не открываю, никакие символы не затираются, а просто отшив тот или иной листик, я беру следующий. По цветовым пятнам здесь видно, как каждый раз я вышивала. Цветовые пятна совершенно разные, где-то они большие, где-то поменьше. Это опять-таки, если вспомнить ту фотографию о сайте скриншот сколько крестиков, это именно те дни и то количество крестиков, которые я вышивала в тот или иной раз. По схеме видно, что мне осталось совсем немножко, что отшив будет идти быстрее и намного легче, потому что цветовых пятен большое количество. Они будут отшиваться очень быстро и очень легко. И поэтому следующий мой отчет по данной картине будет уже завершающим. А вот моя картина, которая готова уже, чтобы с ней работать дальше. Я полностью заново натянула канву на раму. Планку верхнюю я даже опустила еще на одну ячейку ниже, чтобы мне не пришлось, заканчивая картину, еще раз ее перемотать, чтобы добраться до верха. Я сделала себе в этот раз натяжку картины на раму чуть иначе. Мне удобно работать именно с таким полем, когда оно меньше. И просто картину снизу наматывать, а не снимать картину заново, чтобы заново ее посадить на раму. Опыт приходит и идеи во время отшива. Станок свой я познаю с каждым разом для себя по-новому. Меня это радует. Здесь боковая натяжка сделана как и в прошлый раз. Всегда рядом со мной слева или справа находится схема, которую я закрепляю прищепкой. Также сразу же отшивая тот или иной участок я его зарисовываю маркером, фломастером разного цвета. Сразу же как и лежит схема на раме. Схема не касается конвы, она просто лежит на резинке, поэтому я с большой смелостью могу сразу же брать нужного мне цвета фломастер и зарисовывать его прямо по схеме, не боясь, что цвет может где-то мне испорчить картину и как-то перепечататься. Этого нет, потому что схема не лежит на конве, а лежит на боковой натяжке и ничто нигде мне не испачкает картину. Работая над картиной я и дальше буду делать фотоотчет для следующего своего отчета по картине, который будет третий, завершающий. Мы сможем посмотреть как картина уже выглядит в своем завершающем виде. Я покажу вам обязательно изнанку и поделюсь с вами эмоциями радости, когда картина уже полностью вышита. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы были сейчас со мной, за то, что вы посмотрели мой отчет до конца. Хочу всем пожелать вдохновения, хочу всем пожелать работы над своими картинами как можно чаще и чтобы летние жаркие деньки не отодвигали ваши картины в долгострой, чтобы вы над ними продолжали трудиться и также радовать и меня своими отчетами, своими видео, которые я смотрю с большой радостью, которых мне порой даже где-то и не хватает. Так я люблю смотреть ваши видеоролики. С вами была Оля Журавлева, я очень рада видеть вас у себя в гостях и прощаюсь с вами до своего следующего видеоролика. Пока!